Ну что, друзья, всем привет! Это наш новый выпуск Стенсопедии. Как мы обещали, сегодня мы будем разговаривать про подвеску, про статичную подвеску, пневмоподвеску, про все возможные компоненты, как и что лучше собирать. И сегодня нам помогут ребята, которые имеют очень большой опыт в этом. В конце этого видео у нас по традиции будет конкурс, так что обязательно досмотрите его до конца. Ну а мы начинаем новую серию. Мы приехали в компанию AirUnit на Бережковскую набережную. Погнали! Любимая фраза Глеба – снимай ручку. Так, ну, собственно, при входе сразу, что мы видим? Это Шкода, человека, который руководит всем AirUnit, Honda. Привет, я Ваня Джунгар, я владелец AirUnit. И сегодня я вам расскажу, как что выглядит, что от чего отличается. Ну и сейчас, прежде чем начать, покажу вам немного нашего помещения. Здесь у нас, собственно, стоит подъемник, стенд, который мы возим по всяким ивентам. Но сейчас он немножко такой в рабочем беспорядке, потому что сезон еще не начался. Мы готовимся, машины уже поехали. И он не готов. Вот, дальше здесь у нас второй подъемник для работы. Там, за углом, находится у нас покрасочная камера. Ну, это ребят, с которыми мы работаем, в гараж Джоне. Вот, и там находится подготовочный цех для покраски. Вот такой небольшой сервис. Сейчас мы поговорим о видах подвески, о видах винтовой подвески. То есть у нас тут сейчас разложено три вида аморфизаторов. Как бы два подвида и два основных вида. Самый простой из винтов, это примерно вот такого плана подвеска. Она без особых регулировок на удлинение. Она типа фултап. Что такое фултап? Фултап это когда двигается стакан и двигается отдельно пружина. Но она не совсем фултап. То есть тут буквально ход, он больше не на занижение, а он больше на увеличение. То есть это если нужно машину не занести, а приподнять. Что нам особо не нужно вообще от этого. Здесь нет никаких регулировок жесткости. Нет ни отбоя, ни сжатия, ничего. Просто есть регулировка высотой. Ну, ее можно назвать перед натягом, можно не называть. Потому что это подвеска Теотехникс. И в принципе, чтобы ей действительно занести автомобиль, нужно выбросить вот это вот и все. Нужно вот это в том числе. Опустить пружину в самый низ, а вот этот стакан выбросить в самый верх. И в итоге мы получаем нерабочую подвеску на отбойниках. Совсем бестолковую. Ну, это эконом вариант. То есть если... Принято 20 тысяч вот на Гальфа стоит подвеска. Два задних, два передних, четыре пружины, два хелпера. Через сколько человек понимает, что ему нужна другая подвеска обычно? Не, ну если он хочет занести прям машину конкретно, прям вниз ее, прям сделать злючую статику, то он понимает это, когда он ее ставит. В принципе, если он хочет подзанизить машину, а потом идет к тому, что хочет ее еще больше занизить, то именно вот в этот момент, когда он хочет сделать радикальшину, он ее выкидывает, эту подвеску. Вот, дальше у нас уровень посерьезней. То есть, в принципе, это уже даже не то, что посерьезней. Для статики это очень серьезный уровень, потому что это серия BC Racing, серия DS. Она очень жесткая, она как бы рассчитана на дрифт, но для жесткой статики она супер. Потому что вот этот вот амортизатор, его никто еще не смог прожать, просто амортизатор, когда выкручена жесткость на максимум. То есть, даже вот я возьму всем весом, я подниму ноги, а он не прожимается. А во мне 75 килограмм. Но это нужно, когда вот такие пружинки, то есть там 50, 60, 70, 100 килограмм пружины, любой амортизатор их не отработает. То есть, нужно уже брать супер жесткие амортизаторы, которые будут сдерживать колебания. И опять же, в этих амортизаторах обязательная вещь – это хелпер. Для чего он нужен? То есть, когда жесткая пружина, автомобиль не просаживается до нужного уровня. То есть, шток должен быть углублен в стойку где-то на треть, чтобы подвеска отрабатывала, не отбивала вверх, не было никаких стуков, и она действительно работала. Даже на жестких пружинах она будет работать, если поставить хелпер и поставить жесткую пружину. То есть, машину мы опускаем, когда с подъемника, там, с домкрата, просаживается хелпер и просаживается шток. Подвеска работает. Если вы делаете подвеску, статику на жестких пружинах без хелпера, ну, вы будете ее переделать. Если вот такие пружины, да, обычные, там, 14 килограмм, 12, 15, 16, то хелпер, в принципе, не нужен. Также есть у них, у BC Racing, амортизаторы такие же, но другого цвета и немножко с другим картинжем. Они намного мягче, то есть, для сравнения с этими, здесь самое мягкое положение жесткости равносильно самому жесткому положению жесткости на АБР. Но внешне амортизатор не отличается ничем, кроме цвета. То есть, здесь серебристый, там черный. Вот, собственно, это амортизатор full-tap, о чем я говорил. Мы выставляем пружину, выставляем преднатяг. Если это обычная пружина, да, по жесткости, если это супер жесть, то, ну, ни о каком преднатяге речь не идет, потому что преднатяг регулирует только хелпер. Больше ничего. И дальше мы уже выставляем высоту вот этого вещи. Просто накрутим стакан вниз-вверх, в зависимости от того, сколько нам надо. И ставим на машину. Дальше регулируем, если надо выше, поднимаем, выкручиваем. Надо ниже, закручиваем. То есть, для того, чтобы сделать хороший фитмент, для того, чтобы машина была жесткой и не раздалку было крылья, нужно покупать хороший амортизатор и хорошие пружины. Не надо экономить. Сколько обычно стоковые пружины идут? У BC пружины начинаются от 5 килограмм, заканчиваются 24 килограммами. Но для сравнения, 24 килограмма BC, они по жесткости где-то как 35 питерские пружины. Но тут есть свой минус, то, что 24 килограмма у BC, они только 140 высотой. И может быть этого много. Когда нужны пружины уже короче, то есть вот 80 миллиметров на 50 килограмм, ну, тут опять же надо взять побольше денежек и заказать 326 Power. То есть, они стоят пара порядка там 18-20 тысяч рублей, в сравнении там с Питером, что у них, по-моему, тысяча семь или восемь, я даже не знаю. И BC 6600 пара пружин. Они, да, они действительно дорогие, но если ты хочешь жесткую статику, качественную и крутую, то тут нужно покупать хорошие пружины. Тут вот этим вот уже не отделаешься. Ну, на некоторых машинах действительно можно взять 24-е стоковые. Этого хватит. То есть, если у тебя какая-то легкая машина, типа там Volkswagen Golf или Polo с мотором там 1.4 или 1.6, то можно поставить 24 BC и, в принципе, будет хорошо. Но если какая-то тяжелая, с многорычажной подвеской, типа там Audi A6 или взять какой-нибудь Mercedes, да, или там Porsche, у которого мотор сзади, то уже этим не получится отделаться. Тут уже нужно брать больше денег и покупать. Дальше есть подвеска еще вот такого плана, то есть, она тоже full-tap, но здесь регулировка идет по отбою и по сжатию. То есть, две регулировки. Регулируется и то, и другое. В зависимости от пружины, в зависимости от нужд. Но это по большей степени, это не для статики, это не для стенса, это по большей степени уже спорт. Если машина выезжает на трек-дни, либо просто эксплуатируется агрессивно по городу, при этом нет какого-то радикального фитмента, то надо брать уже что-то такого плана. Для статики смысл брать. Ну и столько это для красоты, для того, чтобы показать, что у тебя есть бачки, то можно взять. Вот, потом, на БЦ есть развальные опоры. То есть, можно сказать, подвеску без развальной опоры на резиновом сайлентблоке, можно сказать, на развальной опоре. То есть, если нам нужен развал, у нас не лезут колеса в арку, либо мы хотим добиться больше поворачиваемости, если это автоспорт, мы ставим регулируемую опору и регулируем развал. Откручиваются здесь, здесь двигаются там наружу, внутрь, как уже нужно, в зависимости от того, какая машина. Помимо этого, у БЦ, у них есть развальные болты. Но подходят они только на те автомобили, у которых подвеска типа вилки, то есть, допустим, взять Хонды. У них практически у всех идет не такое крепление, да, вот когда вставляется в кулак, а идет сбоку вилка, и в нее вставляются два болта, прикручивающиеся к ступичному кулаку. И этот болт эксцентриковый, тут видно, в принципе, он дает возможность регулировки развала. Один болт становится ровный, другой крутится и поворачивает стойку, то есть регулирует развал то же самое. На задней оси тут уже, в принципе, на большинстве автомобиля именно не стойкой регулируется, а разваленными рычагами. Вот, собственно, сейчас здесь несколько пружинок на столе. Самое короткое, что есть УБЦ, это вот 120 высота. Здесь, допустим, 120 на 20 килограмм. Это максимальная жесткость на этой высоте. То, что жестче у 24, да, еще жестче, она уже будет 140 килограмм. 22, 23, 21 у них отсутствует. То есть 20, следующее 24. 120, если вам этого хватает по жесткости, по высоте, можно оставлять. 24 будет на 2 сантиметра выше. Тут, как я сказал уже, либо хватит, либо не хватит. Если сравнивать с остальными пружинами, то, допустим, длина 260, длина 180. Также здесь жесткость 8, здесь 14. Не зависит от высоты пружины ее жесткость. То есть жесткость формирует сам виток, толщина витка. Если здесь посмотреть, то на восьмерке это самый тонкий виток, и на двадцатке он толще. То есть из представленных здесь бц-шных пружин, на двадцатке самый толстый. И если мы берем супер короткую пружину, которая просто вот, во сколько раз она, она почти в три раза, как в втри, она больше, чем в три раза короче, это 260, это 80. То есть почти в три с половиной раза пружина короче, но тем не менее тут 50 килограмм. Намного жестче виток, и совершенно другое уже обрабатывание металла и ковка другая. Поэтому, если вы думаете, что пружина длиннее и она жестче, нет. В общем, сейчас идет у нас сборка блока. Это блок наш, который разработан мной. С шумаковым слютиком был спроектирован чертеж. Он проверил на все нагрузки, прежде чем запускать его в серию. Мы сделали виртуальную модель, проверили ее со всех направлений, на скорость потока воздуха, на максимальное давление. Исходя из нужд пневмы, оно все рассчитано с очень большим запасом, кроме катушек. То есть в катушке рабочее давление 225 PCI, но в принципе у нас ни в одной пневме нет никакого давления выше. Ну, это сейчас еще все расскажу. Сейчас тут пару контактов сделаю. Можно будет идти дальше. Ну, то есть, если кто-то совсем не понял, что сейчас произошло и что он рассказал. Ребята разработали свой собственный блок клапанов. Собственно, это Russian Production, сделан в России с любовью. И на самом деле это круто, что в нашей стране появляются такие проекты, которые готовы уже, в принципе, как я понимаю, занимать рынок и в Европе. Ну, да, он работает со всеми системами, которые рассчитаны под другой блок. Он не уступает принципу блоку Acquare, кроме как в цене. Потому что он стоит в полтора раза дешевле, даже чуть больше в полтора. И при этом, если с ним что-то случится, всегда можно приехать и взять запчасти. Там через год, через два, через какое-либо время все это ремонтируемо. Гарантия есть год, а дальше нет таких проблем, как с Америкой. Так, достаточно поговорили, сейчас расскажу про пневму. Наверное, начнем с управления. То есть, есть несколько типов управления. Есть управление без памяти, самое дешевое. Есть управление с памятью на датчиках давления. Есть управление с памятью на датчиках положения кузова. На датчиках положения кузова тут уже может быть тоже несколько вариаций. Начнем, наверное, тогда с самых дешевых. И потом будем продвигаться постепенно по их удорожанию Самый дешевый комплект, он будет состоять из блока клапанов То есть это либо будет наш, вот плита здесь, блока сейчас здесь нет Либо мы берем дороже блок Аквейр, но это уже сразу не бюджетно То есть стоимость одного блока порядка 35 тысяч рублей Нужно смотреть точно по курсам, по разному цена Ну вот, это уже стоит понимать, что 35 тысяч рублей это не дешево Для вот такой вот маленькой вещи На дешевом комплекте у вас будет манометр Вы его ставите куда-нибудь в салон, не знаю, там в подлокотник, в бардачок, куда угодно Ставится манометр, который показывает давление К нему дооснащается либо кнопка стеклоподъемника Нажатием каждой стойки, там либо ось одна, там две передние стойки, две задние стойки Как это называется, двухконтурная система Что в принципе вообще полный бред Почему? Потому что когда машина заходит в поворот Воздух из нагруженной стороны переходит в ненагруженную И увеличивается крен в повороте То есть такую пневму ставить можно поставить ее И забыть вообще про то, что пневмоподвеска существует И никогда не захотеть возвращаться на пневму Люди это не всегда понимают И начинают потом жаловаться на пневму Говорить, что пневма не рулится То, что пневма мягкая То, что пневма убивает арки Это все зависит от компонентов и от системы управления Два контура откидываем, если хотим делать стенс Если берем четыре контура Механика Нет никаких положений памяти Можно взять пульт покрасивее Можно взять Ace of Face Можно взять какой-нибудь американский пульт Можно оставить, опять же, кнопки стеклоподъемников Есть выбор Управление на датчиках давления Это система самая распространенная Аэрлифт Автопилот В2 Она, в принципе, по ценнику не очень дорога Но у нее есть свои минусы То есть, если, допустим, выходит из строя Какой-либо датчик давления на стойке Либо выходит датчик давления на ресивере Система перестает работать в автоматическом режиме И вам приходится менять целый блок Блок этой системы стоит порядка 700 долларов без доставки То есть, их здесь нет, мало у кого они есть в наличии Насчет ремонта Есть ребята, кто их ремонтирует Мы этим не занимаемся Потому что он сломается все равно скоро И неизвестно даже когда Может ударить мороз, попасть влага в клапан Они все там пластиковые Выходят из строя, все Он опять не работает Дальше мы берем модульные системы На датчиках положения кузова Это самое распространенное Это Аквейр и, опять же, Аэрлифт третьей версии Но у Аэрлифта третьей версии Вне зависимости от того, что он работает и на датчиках давления И на датчиках положения Остаются все те же минусы Если выходит из строя один датчик давления Мы меняем весь блок Но на третьем автопилоте он уже стоит около 900 долларов И также без доставки его нужно везти сюда Я это не люблю, честно скажу Я все-таки больше люблю модульную систему Когда мы можем поменять все отдельно Отдельно можем поменять мозги Отдельно можем поменять блок клапанов Взять другой блок клапанов И все это будет работать по отдельности И здесь также у нас есть выбор интерфейсов Самый простой интерфейс Это рокер свитч То есть выглядит это просто качелька И к ней дополнительная маленькая кругленькая кнопочка То есть Самый большой геморрой этой системы То, что ее очень тяжело настраивать Манипуляция выглядит примерно так Нажимается маленькая кнопочка У нас работает передняя ось Вверх-вниз Нажимается еще раз маленькая кнопочка Задняя ось Вверх-вниз Нажимается третий раз маленькая кнопочка Передняя левая стойка Нажимается четвертый раз Передняя правая Пятый задняя левая И шестой задняя правая И каждый раз надо бегать вокруг машины Подбегать, измерять Потом сохранить память Это очень геморройно Но это самый дешевый интерфейс Аквейра Следующий интерфейс идет пульт Пульт есть двух расцветок Есть хром Есть черный Спереди они выглядят практически одинаково Только вот маленькая окантовочка Им намного удобнее все Регулировать и сохранить память То есть, грубо говоря, надо поднять переднюю ось Вот передняя ось Надо поднять заднюю Вот задняя Передняя левая Передняя правая Задняя левая Задняя правая Стойка Все регулируется с пульта Элементарно Сохранить память Положение Нажать Удержать Положение сохранено И третий вид Сейчас я вам не покажу У нас закончился А, нет, не закончился Не закончился Был еще модуль Wi-Fi Но сейчас его у нас нет Показать не смогу Точно не смогу Это интерфейс на телефон В принципе, можно показать приложением Как это выглядит То есть, устанавливается на Apple Либо на Android Приложение И в приложении дублируется пульт Также делается все То есть, передняя левая Передняя левая Передняя правая Передняя ось Задняя ось Задняя левая Задняя правая И также все сохраняется Но здесь немножко Поудобнее меню На Wi-Fi Потому что, когда мы заходим в меню Мы можем видеть текст Допустим, сделать калибровку Заходим Делаем автоматическую Ручную калибровку Но все на английском Какие-то еще настройки То есть, мы заходим Поднятие при зажигании Поддержание уровня автомобиля Все здесь И также давление в ресивере То есть, мы заходим Все регулируем Выключаем Возвращаемся обратно Сохраняем Здесь немножко по-другому Когда мы активируем пульт У нас есть кнопка меню Мы заходим сюда И дальше загораются по-разному кнопочки И нужно уже смотреть мануал И исходя из мануала Включать или выключать определенную функцию Допустим, здесь Поднятие при старте Первыми двумя кнопками регулируется Ride Monitor Он же Поддержание уровня вторыми кнопками Третьими Интенсивность И положениями интенсивности И четвертый Это датчик давления ресивера То есть, ну, надо просто знать Либо открывать каждый раз мануал На телефоне В приложении Все написано Все указано Дальше неотъемлемой частью пневмы С нашим климатом Является влаговылавливатель Есть влаговылавливатель подешевле Есть еще дешевле Но мы его не используем Потому что еще дешевле Кстати, даже было у вас в видосе Тогда с Мерседесом Когда мы залили антифриз И просто вот эта вот колба Которая была пластиковая Она не выдержала Он просто не выдержал давление Его вырвало И Мерседес прям на Амкаде Упал полностью вниз Там все задымилось Антифриза Пошла химическая реакция И она просто лопнула Теперь мы используем только металлические Нет пластику Во-первых, они держат давление больше Во-вторых, они не входят в реакцию с антифризом Который зимой, в принципе, спасает систему Прочищает и разъедает замерзший конденсат Это действительно прям плавит Есть вот такой Ну, это если, грубо говоря, система скрытая Мы прячем где-то под обшивкой Влаголажитель, он есть Сняли обшивочку Сдули конденсат Спустили Далили антифриза Без разницы И есть версия подороже Тут уже совершенно другой вид Хромированная деталь С усиленным клапаном И которую можно использовать С теми же хардлайнами Мы можем поставить там два Вывести от них такие же хромированные хардлайны Либо взять такой же, но черный То есть нужно для инсталляции черный Мы берем черный Нужен хром Мы берем хром Выбор есть Это, опять же, все удорожает систему Если вот этот вот Влаголавитель стоит в районе 2,5 тысячи Сейчас точно не помню Опять же из-за курса То этот будет стоить уже 3,5 тысячи Да, без проблем Вы можете их заказать где-то там в Америке Найти дешевле Но эти цены я озвучиваю То, что есть в наличии Цена в наличии всегда выше Цена под заказ Самая дешевая система управления Которая имеется у нас Стоит 65 тысяч рублей Это как раз таки аналоговая На механических кнопках Без памяти На механических манометрах Можно, ну мы Мы комплектуем эти системы Пультами Ace of Ace Потому что цена-качество Продукта никакого лучше нет Влад молодец в этом плане Он делает классные вещи По приятным ценникам В эту систему мы На секундочку Ace of Ace Это компания из Ростова Ребята разрабатывают свои пульты Управление Уже приложения сделали Тоже на iPhone Там на Google На Android Также мы свои комплекты Хоть он и самый дешевый Но мы используем Тот же блок клапанов Который работает Системой Acquare То есть Если вы хотите сделать Пневму в несколько этапов Вы можете купить Самое дешевое управление И потом дооснастить Комплектом Мозгов Пульт Или рокер-свич Или Wi-Fi И датчики положения кузова То есть Все остальное Оно остается Проводка остается Пульт Ace of Ace Мы убираем Манометры По желанию Можно оставить Как информативную часть Можно убрать И Также мы убираем Механическое реле давления Которое идет В аналоговом управлении И ставим цифровой Датчик давления И как раз таки Вот этими нижними кнопками Регулируется Давление в ресивере Можно сделать 150 PCI Можно 175 И можно 200 Все зависит от того Сколько вам нужно Сжатого воздуха Какой автомобиль Тяжелый, легкий Какие подушки Какие компрессоры Какие компрессоры Качают 150 Какие-то 200 Восходя из этого всего Определяем Какое давление нужно Аналоговая Стоит 65 тысяч рублей Комплект С нашим ботом Клупанов С ресивером С компрессором Со всеми трубками Со всей проводкой Предохранителями Клеммами Полный комплект Которым не хватает Только стоек Следующая ступень Это идет Аквейр На рокер свитч Тут стоимость Будет 100 тысяч рублей Также комплект Все кроме стоек И Автопилот Аквейр На пультике Это будет уже 130 тысяч рублей По Wi-Fi Ну Wi-Fi Получается Там 28-30 тысяч рублей Соответственно плюс Можно взять Рокер свитч Дооснаститься Wi-Fi Можно взять Пульт Дооснаститься Wi-Fi Можно сделать Просто Wi-Fi Но это Не всегда Хорошо Потому что Телефон может быть Разбит Может сесть Потерян Машина может быть Спущена И поднять ее Нельзя будет Продолжим Рассказывать Про пневму Сейчас у нас Будут компрессоры Мы используем Три основных модели В наших комплектах Которые По умолчанию Это компрессор На который Много кто Не пытался Что-то сказать Но все эти компрессоры Работают И работают Лучше любого Беркута Это Китайский Заводской Компрессор Это Полная копия 480 Веера Вот Можно сравнить Одинаковые Обратные клапаны Одинаковые Головы Одинаковые Габаритные Размеры И абсолютно Идентичный Внешний вид Разница В цене 9-18 В два раза Поэтому мы используем В наших всех комплектах Вот эти компрессоры Я сам ездил На этих компрессорах Год И они мне ни разу Не подвели И с ними все в порядке Кто-то может Начать говорить Что год Это не срок Год Это не показатель Да Но они не сломались Они продолжают ездить Смотрим Изучаем Хотите надежность Покупайте веер Есть веер Поменьше 444 Отличие Скорость работы Под нагрузкой В принципе Что тот Что этот Лучше работает в паре Что вот этот То есть Два компрессора Они всегда будут работать быстрее И всегда проработают дольше Можно Покупать не один Дорогой компрессор А взять Два подешевле Это будет Укороченное время работы Соответственно Будет меньше гудеть в багажнике И так же Они будут долго работать Теперь поговорим О ресиверах Ресиверов Очень большое количество По объему По материалу Изготовления По форме Шовный Бесшовный Сборный С клапанами Без клапанов Просто металлический В форме запасного колеса В нишу запаски И прочее 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 Я использую В основном Два типа Ресиверов Для дешевого комплекта На аналоговом управлении Я беру Вот такой вот Ресивер На 12 литров Из стали Ставим влаговылаживатель Вся ржавчина Никуда не попадает Раз в два года Берем этот ресивер И выкидываем нахрен Потому что Он внутри Весь заржавевает Правильно сказал Заржавевает Ржавеет Весь внутри Сколько стоит 2,5 или 3 тысячи Он как бы покрашенный Стальной ресивер А в остальные комплекты Будь то Аквейер На трокер свитч На пульте На вайфае На автопилоте Да все что угодно Кроме аналогового Я везде использую Безшовные Алюминиевые Ресиверы Американского производства Слэмс и Пишальтис Они идут в комплекте Сразу с крепежными Платформами И скрипежными Дугами Наверное их так назвать Их тут 2 штуки Они ставятся И устанавливаются Соответственно на платформу Платформа прикручивается Очень удобный ресивер Для установки Очень красивый Но и не дешевый Опять же Цена этого ресивера Порядка 14 тысяч рублей Отдельно Он входит в комплект С Аквейером И с Автопилотом Ну и все таки Самые дорогие Ресиверы И самые технологичные Что есть Это ресиверы Аквейер Эндо Здесь у нас Эндо Вити То есть что расшифровывается Вальф Танк Вальф Клапаны Танк Ресивер Это средняя модель Она двухконтурная Для хорошей пневмы Надо использовать 2 таких ресивера То есть здесь Разъем подключения К мозгам Клапанов И здесь сразу клапана Левый Правый И спуск Компрессор Подключается С обратной стороны Он здесь не находится Есть такой же формы Ресивер Эндо Ти Это эндо Танк Просто ресивер Внутри нет ничего И самый крутой Это эндо Севетир Эндокомпрессор Вальф Танк То есть соответственно У него компрессор Клапана И сам ресивер Очень крутая штука Но стоит очень дорого К примеру Стоимость этого ресивера В Москве Составляет около 100 тысяч рублей Только ресивер Который третий Да Да Это который Вот этот Получается двухконтурный По-моему 1050 Что ли Ну надо два таких Да Может быть 40 даже Не помню Честно сейчас Не вспомню Это нужно смотреть Я не помню Сколько он стоил Потому что мы их достаточно Давно привезли И они у нас лежат И ждут автомобиль На который будет Установиться Автомобиль уже есть Но он в процессе сборки И как всегда Он приедет Нежданно Негаданно В самый разгар сезона Здесь мы делаем проводки То есть мы отказались От провода как уэйр Потому что в основном Мы работаем с уэйром А у них провода Либо идет омедненный В зависимости от партии Либо идет сталь Но это хуже чем медь Мы стали делать Свои проводки полностью То есть Вот проводка Которая выглядит Примерно так же Просто у нас скручена Не так красиво Как скручена у Акуэйр Проводка Но функционал у нее Лучше Потому что она медная И проводки датчиков Тоже мы делаем Под свои датчики Со своими наконечниками То есть полностью готовые Жгут проводки Также все подсоединяется К блоку Акуэйр Без каких-либо проблем И прокладывается проводка Ставятся датчики Ну и заключительная Составляющая пневмоподвески Причем любой Независимо от управления Это амортизационный Амортизационные стойки И подушки Подушка может быть установлена На стойке И может находиться Отдельно в рычаге Подушки бывают Нескольких типов Да То есть основные Это бублики Двойной свертки И подушки рукав Моутипа Сейчас под рукой Не находятся И дальше уже пошло Просто по моделям По диаметрам По высоте Здесь мы видим Три модели Сейчас подушки Да Вот одна под большую загрузку Под сборку Составными брекетами Подушка Которая уже с брекетом Для накручивания на стойку И в принципе Практически такая же подушка Но большего хода Большего диаметра И под составные брекеты На автомобиль Audi Выглядит это так Сюда вставляется опора Вставляется все к штатной опоре И становится болтом На А4, А5, А6, А7 автомобиля Без разницы Подушки разного производителя Есть Америка Есть Китай Есть Тайвань Есть Европа Мы используем подушки В зависимости от того Какие нам требуются На автомобиле То есть мы не работаем С какими подушками Типа Рубена Да Болгарские подушки Или чьи они там По-моему болгарские Они действительно Низкокачественные подушки И у них очень плохие Ходовые свойства Мне не нравится Как они себя ведут На автомобиле Мы используем Либо Америку Либо Китай Либо Тайвань То что Китай То что Тайвань Скрывать никто не будет Если продукт качественный Айфон производится в Китае И этим никто не брезгует Все ими пользуются Так же и с некоторыми Автокомпонентами Есть плохие Автозапчасти Есть хорошие Автозапчасти Даже возьмем Современные автомобили Мерседесы БМВ Фольксваген На них на всех Есть китайские Заводские Элементы Которые производятся В Китае Для автоконцернов Не надо этого бояться Просто нужно брать Хорошую проверенную продукцию Порядок цен То есть Ну Это тут уже наверное Будет не про подушки А про стойки в сборе У нас комплекты стоек Мы их делаем Да На базе БЦ Рейсинг Некоторые стойки Мы Не берем заводские Даже скажем так Большинство Под пневмоподвеску Зачем того что мы являемся Официальным представительством БЦ Мы заказываем параметры Которые нужны нам Мы их либо удлиняем Либо укорачиваем Либо уменьшаем Либо увеличиваем Жесткость Вязкость масла И все это делает нам завод Мы смотрим на автомобиль Смотрим на требования человека Изменяем Собираем Стоимость нашей стойки Колеблется От 90 До 150 До 160 тысяч рублей Почему? Потому что Во-первых Серия амортизатора О чем я вам рассказывал В статике Может быть разной Есть дешевле Есть дороже Второй момент Это подушки Зависит от модели подушки Есть подушки дешевле Есть подушки дороже И третий момент Это сама конструкция автомобиля На некоторых автомобилях Допустим возьмем BMW E91 E92 E93 Чтобы поставить подушки С хорошим ходом И с хорошим Ездовым показателем Нам нужно заменить Сзади Четыре рычага Два нижних И два Которые регулируют схождение Один мы берем Обводящий И один берем Лодочкой Такое Я сейчас его даже покажу Вот собственно рычаг Он устанавливается Вместо нижнего Развального рычага На BMW Далее на него Ставится подушка На подушку Ставится 110 мм Цельно фрезерованный Анодированный брекет Нашего производства И добавляется Обводной рычаг Который Позволяет подушке Свободно работать То есть Ну тут соответственно Идет плюс в цене Потому что брекет Добавляется дорогой Нижние рычаги Обводные рычаги Ну вот и все Еще один тип подушки Это Вот та вот Злосчастная Рубена Но Она подходит Только для одного Использования Это если у вас Статика Но вы хотите Приподнять Немножко ваш автомобиль То есть вот эта вот Подушечка Она дает там Буквально 4 см хода На нее ставятся брекеты Она ставится На шток амортизатора И в ручном управлении Поднимает Мобиль на 3-4 см Допустим Чтобы заехать в гараж На парковку Или проехать Лежащий полицейский Сколько стоит? Это фигня она стоит Одна подушка По-моему Рублей 900 Но для нее нужны Все вот эти штуки Да Но для нее нужно Во-первых Сделать брекеты На каждую подушку Их по 4 То есть Соответственно Если 4 То это 8 брекетов Каждый брекет Получается там Тысячи полторы Сразу в цене Оп Для этого нужен Компрессор Для этого нужен Хотя бы самый дешевый Ресивер И можно использовать Механический клапан Не электромагнитный Обычный Механический клапан Airlift Достаточно будет Двух штук Один на переднюю ось Один на заднюю ось Ну комплект Там выходит Думаю На круг Получится на Тысячу 50-60 Я даже Не рассчитывал Этот комплект Потому что Это практически Не пользуется спросом Почему мы используем Стойки БЦ Для постройки пневмы Тут есть Несколько Моментов Первый момент Это Потому что Все-таки Это фуллтап Потому что Можно регулировать Длину амортизатора Помимо того Что пневма Мы можем выстраивать Фитмент По нижнему положению Мы не сможем Подограть фитмент Так, чтобы При самом нижнем Сдутом положении Арка Не деформировалась Диском А на фуллтап Стойках Мы можем Раскрутить Стакан И соответственно Поднять его выше Или опустить ниже И добиться И добиться Идеального Фитмента Вот Это первый момент Второй момент То что Всегда есть запчасти Приобретая Эти стойки Пневмостойки Не надо Менять все Если у вас Что-то случилось Со стойкой Мы можем Поменять отдельно Подушку Мы можем Поменять отдельно Картридж Мы можем Поменять отдельно Опору Если это Развальная опора Отдельно Стакан Отдельно Сказать любую Гайку И они полностью Ремонтно Пригодны И обслуживаемы Даже если им 5 лет А подытожив Все высказывания Всю информацию Я хочу Всем сказать Что Не нужно Пытаться Выкроить Какие-то Копейки Если вы Делаете Автомобиль Вне зависимости От того Что это Стэнс Спорт Автозвук Чисто Какие-то Внешние Изменения Внутренние Изменения Перешив Салона Не знаю Перекрас Не нужно Экономить Потому что Есть очень Хорошая поговорка Скупой Платит Дважды Покупайте Хорошие Качественные Компоненты Проверенные Временем И эксплуатацией И все Будет у вас Хорошо И будете Кататься На своих Автомобилях Радостно Выходя из машины Оборачиваться Смотреть И улыбаться А не проводить Время в сервисе Ремонтируя Ту или иную Поломку От того Что вы сделали С автомобилем Ну что друзья Я думаю Сегодня было Очень много Информации Поэтому Если она Оказалась Для вас Полезной Если вы Получили Какие-то Знания Сделали Какие-то Выводы Обязательно Отписывайтесь Об этом В наших Комментариях Под этим Видео Обязательно Оставляйте Отзывы Нравится Не нравится Что бы еще Хотели услышать Исходя из этих Отзывов Мы будем Понимать Куда двигаться Дальше Может быть Снимать Какие-то Новые Интересные Темы Следующая Тема Она будет Тоже Очень Крутой И Очень Познавательный Конечно Я забыл Наверстаем Ипущенная Суть В чем У меня В руке Годовой Запас Ароматизаторов Лолдейли С каким-то Мультифруктовым Вкусом Здесь 13 штук Это Хватит На целый Год Чтобы Каждый Месяц Использовать Новый И еще Одну Подарить Своему Другу Поэтому Давайте Устроим Такой Конкурс Вот Этот Набор Ароматизаторов Получит Победитель Нашего Конкурса А суть Конкурса Будет Давайте Перейдем Внизу По ссылке В нашу Группу Вконтакте Лолдейли И сделаем Репост Записи С этим Видео Сделайте Репост Себе На стену Укажите В комментариях Чтобы ваши Друзья Подписывались На наш Канал И где-то Примерно Через Неделю Мы выберем Победителя Рандомным Числом Среди Тех Кто Сделал Репост И отправим Вам В любую Точку Мира Вот этот Вот комплект Ароматизаторов От Лолдейли До новых Встреч Ждем Ваши лайки Дизлайки И побольше Комментариев Для того Чтобы мы Понимали Что еще Вам интересно И что бы Вы хотели Еще увидеть В новых Видео Всем пока